Добрый день, дорогие друзья! Огромное спасибо вам за активность под нашим прошлым роликом. Да, в самом деле, флешмобы, митинги в поддержку Владимира Путина, чудесной Единой России, проходят сейчас буквально по всей стране. И что удивительно, ни Росгвардия с ОМОНом, с дубинками, с электрошокерами, ни полиция, ни прокуратура, ни Следственный комитет, никто на это не реагирует. И даже Попова из Роспотребнадзора никакой активности не проявляет. Видимо, коронавирус на поклонников Путина не действует. Очень подозрительная ситуация. Спасибо всем, кто направил запросы к депутатам через официальную приемную, интернет-приемную Государственную Думу. Это сделал довольно легко. Если вы еще никогда этого не делали, возможно, пора начать. Выбирайте абсолютно любого депутата, абсолютно от любой партии. Ну, Единую Россию, пожалуй, все-таки не стоит. И направляйте ему информацию, что в таких-то местах, можете посмотреть наш прошлый ролик, в таких-то организациях прошли такие-то мероприятия, требуете разобраться, а кто вообще в этом повинен. Такому риску подвергают здоровье людей по всей стране. Ужас-ужас. И вот, наконец-то, приходит подтверждение нашим предположениям. А что вообще происходит, как это все выглядит? Находчивые белгородские чинуши попросили студентов Института искусства и культуры потанцевать с флагами для записи патриотического ролика ко Дню Защитника Отечества. Зумеры так и сделали. Но по факту видос оказался в Инстаграме у депутата областной думы с хэштегом «Путин наш президент» и под добавленным звуком, где толпа якобы хором поддерживает президента. Вот этот ролик. Владимир Путин молодец! Политик, лидер и борец! Наш президент страну поднял! Россию Путин не предал! Владимир Путин молодец! Звук я здесь поменял. Кстати, в прошлом ролике, друзья, звук пришлось поменять. Я четыре раза переделывал видео, потому что авторские права, оказывается, не допускают использование песен групп любые. Если, вот, понимаете, вот нельзя, нельзя использовать, потому что нарушение авторских прав. Значит, здесь тоже использовалась песня группа любая. Я подставил знаменитую «Владимир Путин молодец». Это, кстати, школьник поет на конкурсе талантов. И эта сама песня стала мемом. Так вот, друзья, что хочется отметить. Вообще, в прошлые-то годы такие вещи, путинофильские митинги, они постоянно проходили. Ну, с разной периодичностью, но все-таки относительно регулярно. А сейчас мы, я вот лично от них вообще отвык, что кто-то в здравом уме, трезвой памяти, идет куда-то на улицу. Ну, понятно, там, просят работодатели, профсоюзы, что только не бывает в нашей стране. Но давно такого не было. Но у нас же полгода до выборов осталось. В сентябре-то уже. В сентябре уже выборы в Государственную Думу. И с каждым месяцем вот этой хренотени будет все больше и больше. Что касается Навального. Вот почему, казалось бы, такой приговор около трех лет. К выборам Государственную Думу он оказывается обезврежен для Кремля. Возможно, даже к выборам президента он окажется обезврежен. Или, напротив, если потребуется, как раз к выборам президента его можно будет освободить. И вот, герой революции готов, он отсидел, все свои грехи искупил. В обществе к тому времени сформируется определенный запрос. И, в принципе, для варианта, для сценария госпереворота при поддержке определенной части нашей элитки вполне возможный рабочий вариант. Сейчас, перед выборами в Госдуму, с его умным голосованием он точно не нужен. То же самое Николай Платошкин. Сейчас самое время работать на предвыборную кампанию. Платошкина продолжают держать под, на мой взгляд, незаконным домашним арестом. Власть боится его. Один Платошкин для Кремля опаснее, чем вся КПРФ. Но это вот то, что видно в социальных сетях, в интернете. Молодое, маленькое движение за новый социализм гораздо ярче и активнее, чем вся партия КПРФ. К сожалению, КПРФ, которая, по идее, должна быть главной оппозиционной партией, просто в силу численности, просто в силу традиций, в силу того, что там есть опытные люди, кто знает, как делать самые разные вещи, есть определенное финансирование. КПРФ не обеспечивает протестную инфраструктуру, не обеспечивает информационную инфраструктуру. А власть тем временем продолжает ликвидировать всех лидеров, кто мог бы возглавить митинги, возглавить протесты, кто мог бы показать хоть какой-то отпор для партии власти. Тем временем Кремль рассказывает о том, как замечательно мы готовимся к выборам, что у нас будут самые честные, самые благородные, самые достойные кандидаты просто по всей стране. Авторитетный телеграм-канал «Октагон» пишет, «Силовики создают прецедент, меняющий правила составления списков кандидатов в депутаты Госдумы». Вы представляете, просто правила меняются. В эти списки не попадут бизнесмены, планирующие переписать активы на родственников и продолжать коммерческую деятельность. Вопросы могут возникнуть и ко многим действующим депутатам-предпринимателям. Первыми под прицел попали представители Приморского и Пермского краев. Бизнесмены вплоть до 2016 года практически беспрепятственно могли избираться в Госдуму, не принимая особого участия в политической деятельности. Некоторые из них договаривались напрямую с руководством партии, получая на взаимовыгодных условиях проходные места в территориальных списках. Другие через подконтрольные фирмы официально выносили пожертвования в избирательные фонды, помогая избраться не только себе, но и своим будущим коллегам. У меня сразу возникает вопрос. А все те депутаты от «Единой России», которых просто подавляющее большинство, которые имеют до сих пор определенный денежный поток через свои офшорные компании, через фирмы прокладки, через фирмы родственников, через фирмы друзей. Вот с этими депутатами что будут делать? Если взять всю Государственную Думу, 450 человек, я напомню, ну дай бог, если только половина из них занимается такими делами. Вот эти депутаты, которые уже избирались, которые уже в списках, которых никто исключать из списков не будет, просто потому что это кого надо люди. Большинство депутатов в Государственной Думе и в региональных законодательных собраниях это люди, которых туда посадили олигархи для решения своих коммерческих интересов. Например, если один предприниматель вдруг по каким-то там коммерческим вопросам судится с другим предпринимателем, то просто чтобы вовремя получить свои деньги, даже если ты прав, но у нас так работает судебная силовиковская система, что суд рассматривает бумаги, вот даже если ты абсолютно прав, ты знаешь, что ты прав, ты получишь свои деньги. Года через полтора, через два. А чтобы следователь, прокурор начал работать быстро, нужно, чтобы подпись поставил депутат. Депутатский запрос ускоряет любой процесс, поэтому даже честные, относительно адекватные предприниматели занимаются такими делами. Они договариваются с депутатами, оплачивают им предвыборную кампанию, помогают всячески, лишь бы иметь своего депутата, даже не ради какой-то там внезаконной деятельности, а чтобы хоть как-то работать в этом государстве, которое вообще не предназначено для созидательной деятельности, даже коммерческой. И большой бизнес, и средний бизнес обязательно стараются навести контакты с депутатами. И, конечно, депутаты делают это не бесплатно. И не только на предвыборную кампанию они получают деньги. О, нет. Они, конечно, имеют счета в интересных местах, юрисдикциях. Они имеют материальные подарки в виде автомобилей, яхт, дорогих часов, как там, домовых церквушек. Вот это вот все, что мы видим на Рублевке, в других городах по всей стране, городах и селах. Это все последствия вот этой схемы, схемы деятельности, что предпринимателю необходим ручной депутат, ручной депутат за это получает бабки или материальные ценности. И вот так вот мы и живем. Люди же не могут прийти к депутату и сказать, вы обязаны сделать запрос. А предприниматели могут. Вот, например, какая жесткая работа идет против нашего друга Николая Бондаренко с канала Дневник Депутата. Уже давно было понятно, что, скорее всего, Николай станет главным противником лидера Госдумы Вячеслава Володина. Это сам спикер Государственной Думы. Человек, кто рулит всей Думой. Вячеслав Володин. В ноябре телеграм-канал «Бойлерная» разразился гневными комментариями. Саратовский общественник на заседании Думы жестко распек местного коммуниста Николая Бондаренко, уличив местное отделение КПРФ во вранье и лоббизме интересов крупных застройщиков. В общем, Николай Бондаренко ужасный, Николай Бондаренко плохой, его там все распекают, его никто не любит. На днях вышло еще более интересное разоблачение. Депутат Николай Бондаренко идет по стопам Валерия Рашкина, укрепляет связи с местной мафией. Его видели в каком-то там... Ну, ладно, давайте я вам даже зачитаю, потому что тут стоит как бы вчувствоваться в стиль бульварной газетенки желтой прессы. Коммуниста видели в пафосном местном клубе СОХО. Депутат буржуазно расслаблялся, потягивал кальян, элитный вискарь, в компании миловидных спутниц. Ну вот если отбросить шелуху... Местный клуб. Человек пришел в местный клуб. Пафосный, не пафосный, какая разница? Чтобы отдохнуть. Ну, слушайте, отдохнуть это нормальное дело. Ну хорошо, потягивал кальян, пил виски. Это что, запрещено? Что в этом такого? В компании миловидных спутниц. Это намек на то, что они эскортницы легкого поведения? Может, это его супруга была? Может, это просто знакомые общие? Что значит? Девушки должны быть обязательно страшны, и тогда это законно? Однопартийцы-бизнесмен Андрея Сторожева и еще двух местных авторитетных предпринимателей, более известных в Саратове, как Стрелок и Фаик. Бла-бла-бла-бла. Тут огромная статья на эту тему написана. Бондаренко просто кошмар-караул. И прикладывается видео. И ничего в этом видео нет такого особого. Ну да, Николай Бондаренко в клубе. Ну и чего? Друзья, кстати говоря, кто не знает, как проверять информацию, которую я публикую? Вот вы что-то увидели в Телеграме, хотите сами найти, то, что я вам показал. Очень просто. Берете любую цитату, вот, например, там. «Потому и депутат-коммунист Бондаренко». Вот взяли, скопировали, или, если вы увидели эту цитату в моем ролике, вы просто ручками ее вбиваете в поиск Телеграма. В Телеграме есть поиск, сюда ее вводите, и легко найдется все, что вам нужно. И что касается нашего Телеграм-канала, он называется «Аудио статьи». Я тут не основной администратор, есть человек, кто основную работу выполняет, подбирает здесь, и материалы для публикации. Ну, я сюда тоже какие-то материалы выкладываю. Все это в целом создает единую картину подготовки к парламентским выборам. За Путина привлекают студентов помахать флагами, они думают, что они машут к 23 февраля, акция к Дню Защитника Отечества, а потом оказывается, что они махали в поддержку действующей власти и президента Единой России. Студенты, пожалуйста, остерегайтесь таких провокаций. Все остерегайтесь таких провокаций, не только студенты. На оппозицию начинается давление, начинается война компроматов, выкладывают все под видом громкого разоблачения. Выпил виски, покурил кальян, обнял жену на видном месте, если она миловидная, все преступник, депутатом тебе никогда не стать. Что за хрень происходит? Вот это, вот так устроена политика в нашей стране. Вот так это и работает. Готовьтесь, друзья. Война компроматов в 21 году будет жаркой, будет красочной, единороссы начнут друг другу глотки грызть, потому что число мест в Госдуме ограничено. Люба дорого посмотреть. Вместе мы сила, прорвемся. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok